БСМП-1, 25 лет. Праздник врачи встречают на торжественном мероприятии. Сегодня больницы принимают только беременных, остальных по неотложной помощи везут в соседнюю городскую больницу имени Кабанова. Поэтому сегодня непривычный легкий график, ведь часто медики работают практически по 24 часа 7 дней в неделю. При двух или даже трех ставках график становится именно таким. Справляются ли в БСМП с общей сейчас для всех больниц нехватка персонала? И как работает клиника, узнала Светлана Уронцева. Это в основном все заведующие, большинство заведующих и тех докторов, которые как лучше по показателям года отбирают на доску почета. Вот это все были на доске почета. Вместо списка врачей у регистратуры – доска почета в ДК. Заведующие врачи сегодня из больницы приехали на концерт. Михаил Иваненко – один из тех, кто работает в БСМП практически с самого начала, вспоминает, как тяжело было раньше. Наступил такой момент, когда появилось много больных, беременных больных с заболеваниями почек. Это примерно с 2000 года. И возникла такая ситуация, как им оказывать помощь. На этом этапе вместе тогда с департаментом здравоохранения, с главным хирургом возлюбленным Сергеем Ивановичем, было решено на базе нашего отделения создать по типу центра по оказанию помощи беременным. Сейчас в профильном центре оказали помощь уже 60 тысячам женщин. БСМП-1 – единственное в регионе, где есть отделение острых химических отравлений. Всего же за 25 лет в клинику обратилось более миллиона 200 тысяч пациентов. Сюда попадают самые сложные больные, которых привозят скорые после пожаров и аварий. Достаточно вспомнить только катастрофу с теплоходом Полесье, когда в течение менее часа к нам доставлено было 36 пациентов. 24 сразу же были госпитализированы, полностью обследованы и прооперированы в течение первых суток. Всех пациентов после операции направляют в реанимацию. Заведующий отделением Андрей Глушенко сегодня не в белом халате, а в темном костюме, тоже по форме мероприятия. Сидит Андрей Глушенко в первых рядах, ему выходить на сцену, как заслуженному врачу России. Указ о присвоении звания на днях подписал президент. Омский врач разработал новые методы лечения тяжелых пациентов с ожоговыми травмами. По большому счету хватает всего на сегодня. Хотелось бы, может быть, лучше, но для того, чтобы работать и оказывать неотложную помощь населению нашего города, есть все для этого. Препараты, аппаратура, достаточно хорошо оснащено отделение. И проблемы с поставкой импортных лекарств не помешают, ведь есть отечественные аналоги, говорят врачи. Они и дальше будут спасать жизни и ставить людей на ноги. Довод один. Клятва Гиппократа. Светлана Урванцева, Сергей Гаврилов, Антенны 7.